Иван Васильевич, доброе утро! Доброе. Ваше профессиональное мнение на этот счёт. Что вы думаете по поводу этих полосок? Насколько мне известно, это всё-таки специальная лента на конвейере для отрезания. То есть с составом это не связано? Как правило, не связано, более чем уверен, что не связано. Мы должны понимать, что на данный момент очень много разных видов паст, и каждый производитель предлагает свои определённые нюансы. Но здесь не настолько важен состав пасты, насколько важны мануальные навыки человека, который это делает, и регулярность, с которой он чистит зубы. Есть ещё один свеженький миф, а может быть и правда. По свежим данным, стоматологи не рекомендуют чистить зубы сразу же после еды. Говорят, что это вредно. Объясняют так. После приёма пищи на зубной эмали остаётся кислота, которая способствует перевариванию пищи. Но естественный способ уменьшения концентрации этой кислоты – это слюна. Если быстро зубы почистить после еды, то кислота может быть перемещена глубже в структуру зуба, а это ускорит разъедание зубной эмали. Вот так всё сложно. Расскажите нам, действительно, после еды нельзя чистить зубы сразу же? Нет, нет. На самом деле это большая неправда. То есть есть определённые продукты, после которых сразу же не рекомендуется чистить. Кариес – это болезнь термически обработанной пищи. То есть все лёгкие углеводы, легко, так скажем, расщепляемые, это конфеты, это сахар, это газ вода и прочее, является субстратом питания. Всё это зло. Да, и то есть достаточно простая логика. Чем больше у нас углеводов во рту, тем больше бактерий. А вот бактерии как раз выделяют кислоту, которая разъедает зубы. Интересно. Но есть история ещё хуже, когда зубов уже нет, не то что там они с пломбой или ещё с чем-то, с карисом, их уже нет. К счастью, есть протезирование. И имплантация. И вот тут ещё больше мифов. Давайте их тоже сегодня будем развеивать, особое внимание им уделим. Первый миф, а может быть правда, это… Это отсутствие зуба. Говорят, что когда нет у человека зуба, это бомба замедленного действия. Что в итоге нарушается та же кислота, а витаминоз появляется, когда нет зуба. Проблема с желудочным трактом и так далее. То есть на самом деле там есть два механизма возникновения проблем. Если у нас отсутствует достаточно много зубов, то это как раз нарушение первичного пищевого комка, который вызывает гастрит, язву и прочее, прочее. Второй вариант – это отсутствие одного зуба. Здесь несколько интереснее механизм. То есть организм у нас уникален. То есть он не терпит пустоты. В первую очередь происходит атрофия костной ткани на отсутствие зуба. То есть организм не хочет держать столь широкую, хорошую, правильную костную ткань. Дальше за счёт атрофии происходит перемещение зубов. То есть так называемый феномен Попова. Съезжать начинает, да? Да, да. Феномен Попова горизонтальный и вертикальный. То есть происходит смещение зубов, происходит неправильное движение нижней челюсти за счёт того, что зубы сдвинулись. За счёт этого появляется патологическая стираемость и может вплоть до более височно-нижнечелюстного сустава. И то есть отсутствие одного-трёх зубов может привести к тотальному протезированию всех зубов. А это серьёзно? То есть эту проблему нужно как можно быстрее решать. Да, 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 действительно, такое, к сожалению, бывает. Следующий миф или правда стоматологи рекомендуют импланты, а не обычные протезы, потому что им так выгоднее? Не совсем так. То есть вообще, на самом деле, здесь такой интересный вопрос. Я иногда со своими пациентами, как уже, наверное, не главный врач, а как ортопед на приёме шуфи, вы знаете, алочному ортопеду не стоит отправлять пациента на имплантацию. Почему? Если я отправляю пациента на имплантацию, пусть к хирургу, если я не хирург, то срок остеоинтеграции имплантата составляет 3-4 месяца. Это чтобы он прижился? Да, чтобы он прижился, и только после этого я на нём могу протезировать. А какие-нибудь мосты или съёмные протезы я буду делать сейчас. Ну, естественно, то есть сейчас сделаю, завтра получу зарплату с имплантацией, я в лучшем случае смогу через 3-4 месяца получить то, что я планировал. Поэтому нет, наоборот, есть астоматолог Синалыч, но он никогда не расскажет про имплантаты, потому что два варианта – либо он хочет сделать что-то сейчас, либо он не обладает этой технологией, в принципе. Чем отличается, объясните, вот мне далёкому от этого человека, имплант и протез? Протез – это, в принципе, будем так широко рассматривать, любая замена того, что было. То есть, по большому счёту, пломбу тоже можно называть протезом. Одиночную коронку можно называть протезом. Вот здесь как раз делится на два типа. У нас есть съёмное протезирование и несъёмное. Вот если так, то имплантация позволяет сделать несъёмное протезирование, то, что фиксируется во рту и не снимается. Имплантат на самом деле даёт что нам? Есть проблемы, зуб удалили, поставили имплантат, забыли на 10-15 лет, раз в полгода делаем снимок, смотрим, что всё хорошо, пробуем гигиену, и всё замечательно. Даже если что-то произошло не так, убрали имплантат, поставили новый, долго, и сейчас выходим ещё плюс 15 лет. А через 30 лет медицина кардинально поменяется. Ну вот, видимо, у людей в связи с этим, вот с коронками, я имею в виду, когда один зуб удалили, и потом ещё два добавилось, возможно, появился ещё один миф, что к имплантации реально нужно готовиться. Что всё это очень страшно, муторно, долго. Вы знаете, технологии набирают обороты всё больше и больше. То есть действительно есть определённый минимум, что нужно сделать для имплантации. Да, вот давайте по этапам, прям конкретно, от и до. То есть давайте вот, если идти по этапам, то если приходит пациент с маленькой проблемой, достаточно просто осмотра, небольших снимков, и ему уже планируют лечение. Дальше существует определённый минимум имплантации, в принципе, всего лечения. То есть если у пациента недостаёт одного-двух зубов, то определённым минимумом является снимок конусно-лучевая томография, КЛКТ, или в стоматологии её называют 3D. Также со своими пациентами я шучу, если вам стоматолог предложил имплантацию, но при этом не направил на снимок КЛКТ, берите все вещи и бегите оттуда, потому что ни один здравомыслящий хирург на данный момент в России, да и за рубежом, не будет планировать без 3D-снимка, чтобы посмотреть. Длину имплантата, ширину, наличие костной ткани или отсутствие. Плоский снимок, к сожалению, этого нам не даёт. Он может наслаиваться, не быть неправильный угол и многие другие проблемы. Если у пациента недостаёт больше зубов, то иногда стоит сделать диагностические модели. Что такое диагностические модели? Я снимаю слепки, из этих слепков мне делают гипсовые модели, на которых я, грубо говоря, пациент ушёл, но его зубы остались и меня. Я могу позвать хирурга, терапевта, ортодонта, и мы вместе можем обсудить план решения. Это вот цифровая стоматология уже как раз. Да, то есть уже, наверное, дальнейшее развитие – это именно цифровая стоматология. Цифровая стоматология – это непосредственно сканирование. То есть есть такой переходный вариант, когда мы берём гипсовые модели и сканируем, а есть более интересный вариант, когда мы в кресле пациенту можем отсканировать зубной ряд. В чём преимущество? Во-первых, это не гипсовая модель, точность её несколько местами даже выше. А второй плюс – это всё-таки более приятная процедура, чем снятие слепка, то есть это не какой-то инородный материал. И гигантский плюс – это мы можем отправить этот слепок в любую точку мира. После сканирования какой дальше этап? Мы отрисовываем зуб недостающий? В идеале, да. То есть существуют определённые планировщики лечения, то есть мы его можем отрисовать, посмотреть его движение виртуально и непосредственно начать готовиться к протезированию. Ну и последний миф, что это всё очень дорого. Вы его можете развеять или нет? Относительно вашей поликлиники. Вы знаете, да, достаточно интересный, может быть, миф, правда. То есть вопрос в том, что дорого. То есть каждый сам понимает, что для него дорого. Действительно, стоматология – это не самое дешёвое вложение, но это инвестиции в своё здоровье. А инвестиции в здоровье всегда окупаются. В имплантации всё становится лучше и лучше. Если раньше она стоила каких-то космических денег, то сейчас она становится наравне с лечением каналов зубов и изготовлением коронки. То есть в последующем, наверное, будет ещё и дешевле. Это главное. Иван Васильевич, спасибо большое вам. Развеялись сегодня все наши мифы. И ждём вас снова в гости. Спасибо. До свидания. До свидания.